Нина из Заозерного интересуется. Мы купили земельный участок для индивидуального строительства. Получили разрешение на строительство, построили дом. Когда пришли ставить дом на учет, оказалось, что на участке числится уже другой дом, но собственника на него нет. Теперь мы не можем зарегистрировать свой дом. Как нам поступить? Если действительно на вашем земельном участке официально на кадастровом учете числится некий объект, которого фактически нет, то вам, естественно, чтобы другой объект зарегистрировать, нужно тот несуществующий объект снять с кадастрового учета. Что для этого нужно? Во-первых, обратитесь к кадастровым инженерам, они выйдут на ваш земельный участок, установят факт отсутствия соответствующего объекта, составят акт обследования, в котором и будет зафиксировано, что такого-то объекта нет. И уже с этим актом обследования вам нужно обратиться в Росреестр с заявлением о снятии с кадастрового учета несуществующего объекта. И затем у вас уже не должно быть проблем с регистрацией нового объекта недвижимости. Наталья из Красноярска спрашивает. Бывший муж практически не платит алименты. Участие в жизни ребенка не принимает. У самого другая семья и двое детей. Нынешний супруг хочет удочерить мою дочку. Бывший муж отказывается давать добровольное согласие. Как нам быть? По общему правилу, согласно Семейному кодексу, у нас в Российской Федерации усыновление проводится только на основании согласия родителей. Действительно допускаются случаи, предусмотренные статьей 130 Семейного кодекса, где не требуется согласие родителя на усыновление. Там, соответственно, предусмотрено, что в случае, если судом будут призваны невыражительные причины, по которым один, например, из родителей не проживает совместно в течение шести месяцев с ребенком и не участвует в его воспитании и не осуществляет содержание ребенка. В этом случае суд, соответственно, может без согласия родителя разрешить усыновление. Здесь именно необходимо доказать, что есть нежелание у отца осуществлять воспитание ребенка. Поэтому здесь возможно только в судебном порядке и при доказывании того, что по неуважительным причинам, соответственно, отец не воспитывает ребенка и не желает, не участвует в его содержании, но здесь содержание есть, и не проживает в течение шести месяцев. Кирилл из Красноярска спрашивает. Я доверенное лицо, нахожусь в Красноярске. Там же и квартира собственника, а он сам находится в Норильске. Существует ли возможность заверить доверенность на аренду квартиры, когда собственник находится в другом городе? Собственник может выдать доверенность с правом аренды квартиры, однако для этого ему необходимо явиться лично к нотариусу с предъявлением паспорта и документов на квартиру, после чего передать документ доверенному лицу. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.